Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня наш собеседник Николай Владимиров, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. Говорить мы с ним будем о местном самоуправлении и об изменениях в законодательстве. Кроме того, вспомним о некоторых интересных инициативах Горсобрания. Николай Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, недавно утвержденные Госсоветом Республики изменения в законе о местном самоуправлении вызвали много споров. Что думают по этому поводу ваши коллеги и вот вы сами? Ведь эти изменения напрямую касаются процедуры будущих выборов. Ну, действительно, тема актуальная, выборы органов местного самоуправления. Конечно же, это касается непосредственно каждого жителя города Чебоксара, нашего городского округа, нашего муниципального образования. Ну, конечно, поскольку это закон республиканский, каждого жителя Чебокской республики, так будет проводиться выбор в органах местного самоуправления, которые пройдут в сентябре 2015 года. Были бурные обсуждения на протяжении всего, наверное, лета после майских указов поправки в закон президента Владимира Путина, в 131-й федеральный закон. И субъектовый необходимо было закон принять, то бишь нашим законодательным органам субъекта Чебокской республики, Госсоветом Чебокской республики внести изменения в закон. И в связи с этим, конечно, спрашивались мнения и горожан, и через общественные организации. Конечно, и депутатский корпус, было высказано мнение, были проведены встречи с избирателями, выезды в район Чебокской республики. Я сам участвовал в нескольких рабочих группах по выезду в районные собрания, встречи с жителями, где обсуждались несколько моделей выборов. И по большинству мнению нам так показалось, и при обсуждении на наших комиссиях, в президиуме, в городском собрании депутатов, было принято решение оставить ту модель выборов местного соуправления, которая существует на сегодняшний день в городе Чебоксары. Я вот говорю сейчас про наш муниципальный город, Чебоксатый городской округ. Данная модель, она формируется таким образом, что глава города избирается из состава депутатов. А депутатов, как мы знаем и как гласит законодательство, избирает у нас население. То есть у нас на сегодняшний день 33 одномандатных округа, из состава депутатов мы выбрали главу города Чебоксары Леонидовича Черкесова. И он является главой города Чебоксары и, конечно же, одновременно представителем городского собрания депутатов. И на конкурсной основе назначили сити-менеджера, то есть Ладокова Алексея Олеговича. Да, может быть, в какой-то степени видно, что какое-то определенное двое власти, но полномочия четко прописана в законе. Если посмотреть, глава города исполняет функции контрольной надзора за то, как работает исполнительная власть, наемный сити-менеджер. И, конечно же, и мы, как предстоятельный орган, за этим наблюдаем и контролируем, вносим какие-то поправки, рассматриваем те проекты и решения, которые касаются непосредственной жизнедеятельности наших горожан. Мы не говорим, что старая система, еще одна модель, которая подразумевает прямые выборы руководству города, то есть она тоже может быть хороша. Но если посмотреть историю, мы же говорим, что с 2005 по 2010 год модель существовала, когда были прямые выборы, население каждое избирало. И мы решили использовать, попробовать другую модель, которая сейчас существует. И мы считаем, что эта модель на сегодняшний день, она себя оправдала. Город работает, развивается. Норма творческая деятельность Чебоксарского городского собрания депутатов заключается в подготовке и принятии решений по вопросам местного значения. Помимо этого, городские депутаты обладают правом законотворческой инициативы. Насколько активно вообще ведется такая работа? Какие наиболее значимые законопроекты были подготовлены с участием Чебоксарского городского собрания депутатов? Ну, для справки, да, в нашем городском, конечно же, все вопросы местного значения принимает городское собрание депутатов. И как мы уже говорим, и на встрече с избирателями, и с жителями, и в общении с организациями, общественными организациями, мы говорим, что местная власть, она независима от республиканской, от федеральной. Мы ведем свою собственную политику и работаем во благо горожан. Это прописано в 131-м федеральном законе. В нашем городском собрании существует 6 постоянных комиссий. Одну из комиссий я возглавляю, являясь представителем комиссии по месту управления депутатской этики. И это та комиссия, через которую проходит вся законотворческая деятельность. Те проекты решений, те постановления, которые мы принимаем, осуждаем, те законодательства, которые мы выходим в Госсовет Чебоксарской республики и можем даже выйти на федеральный уровень. Просто надо соблюсти определенные процедуры. Все это проходит через наши все постоянные комиссии. Но основная вот эта комиссия, ее уже в народе прозвали по законности, скажем так, да. То есть она как раз является по месту управления депутатской этики. Городское собрание депутатов принимает те решения, которые относятся по полномочиям. Это прописано четко в 131-м федеральном законе об организации, об общих принципах организации местного управления. Конечно, в нашем же уставе. Все вопросы местного значения. И можно сказать, что вот мы в этом году за 14-й год вышли два раза законодательные инициативы в Госсовет. Первая у нас законодательная инициатива была о том, чтобы вернуть статус городу Чебоксары столице Чебоксарской республики. Раньше, в 90-х годах, он был. Если же эта инициатива пройдет, то горожане, чебоксарцы, получат дополнительное, у нас увеличение статьи бюджета будет по городу Чебоксары, по доходной части, дополнительно будем направлять на социальное развитие. Это же опять же дороги, мало архитектурные формы, детские площадки, гостевые парковки. Ну, все, скажем так, для населения, для улучшения жизни наших горожан. Вторая инициатива, к которой мы обратились в Госсовет в этом году, о внесении изменений в Кодекс административного правонарушения Чебоксарской республики. В закон административного правонарушения Чебоксарской республики мы просили внести изменений в статью 10 и 17. То есть, статья 10 говорит о том, о нарушении правил благоустройства. Это очень актуальная тема, мы ее долго очень анализировали. Мы за увеличение определенных штрафных санкций. Ну, яркий пример могу привести, что мы очень много денег выделяем на озеленение, на благоустройство дворовых территорий, прилегающих территорий к учреждениям. Ну, понятно, что определенная нехватка парковочных мест присутствует в городе. Нет необходимо ставить машины на газон, поскольку мы эти же деньги из года в год тратим на благоустройство этой же территории. И вот весной мы озеленение сделали, газон посадили, в течение лета там автомобиль ставят, и осенью опять надо восполнять этот, скажем, травяной покров. И статья еще 17, да, мне хотелось бы отметить. Это несанкционированная установка торговых мест. То есть в городе все торговые точки, все киоски, даже временные павильоны в части по продаже мороженого, овощей и фруктов, да, вот, которые палатки у нас ставятся на территории города, даже, может быть, это и в летнее время, они должны быть включены в схему инстационарных объектов. Эта схема готовится по предложению администрации города и принимается городским собранием депутатов. Мы бы не пошли тоже по ужесточению мер по данной статье, если бы федеральный законодатель не внес поправку. Раньше в эту схему можно было уносить один раз изменения. И, конечно же, предпринимателям невыгодно было обращаться в администрацию. Согласительно, комиссия, рабочая группа должна была рассмотреть их заявку, проанализировать, необходима ли эта торговая точка на данном месте. Потом должны были администрации подготовить документы и выйти обратиться в городское собрание депутатов. И мы опять также должны рассмотреть на рабочих группах, на комитетах, на своих комиссиях и принять это собрание депутатов. Действительно, определенное время проходило, до нескольких месяцев. Это не секрет. А теперь поправка была внесена на федеральном уровне, и теперь эти предприниматели могут выходиться неоднократно в течение года. Как только по мере поступления заявок поступает, и если есть необходимость, готовить соответствующие документы. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы была доступность и продуктов питания для горожан. И, конечно, мы вносим изменения на городском собрании депутатов в эту схему. Более 12 лет назад в российском законодательстве появилось положение, предоставляющее гражданам самостоятельно принимать участие в решении вопросов местного значения. Так появилось территориальное общественное самоуправление. Насколько эффективно вообще работает этот институт? В территориальное общественное самоуправление я лично поддерживаю такие самоорганизации у граждан, активных граждан. Для статистики у нас 57 ТОСов в городе Чебоксар существует. Они покрывают почти 100% территории всего города, и многие жители знают о них. Говорить о том, что они не знают, они взаимодействуют, сказать нельзя. И поскольку я сам веду личный прием граждан, это создана дополнительная площадка для связи населения и исполнительной власти. Ну и, конечно, с законодателями, с нами. То есть мы многие же проблемы узнаем непосредственно на личном приеме, когда сами прием граждан ведем. А это вот они обращаются к представителям ТОСа. Они проводят социально значимые мероприятия, участвуют в субботниках, проводят праздники, помогают социально защищенным гражданам из неблаговриятных семей. Они плотно взаимодействуют с участковыми. То есть они занимаются профилактикой правонарушений, взаимодействуют с органами отдела полиции. То есть это тот орган, который дополнительная площадка для связывания активных жителей, горожан. То есть помощь организовать проведение общего собрания даже по многоквартирному жилому. Взаимодействие с управляющими компаниями. Это тоже такое связующее звено. Они дополнительно проходят учебу с депутатами, то есть в районных администрациях. Это те площадки, на которых граждане вправе взаимодействовать. Мы считаем, что это очень эффективно и полезно. И более того, ТОСы очень участвуют хорошо в общегородских конкурсах. Это, в частности, общественное признание. Они готовят самый лучший двор, благоустроенный двор, самый лучший подъезд в доме, допустим. Вот сейчас, 10 ноября, был объявлен на самое лучшее новогоднее представление в округе. В своем, как они проведут. Это тоже собирается информация. Районная информация потом предоставляет в город, и мы награждаем победителей. Конечно же, под это дело определенный финансирование выделяется из бюджета. Ну, примерно вот так вот работа и построена. Знаю, что с 27 октября по 10 ноября в Чебоксарах проходили Дни депутатов. Народные избранники встречались с населением. Что вообще дают подобные встречи? Получили ли какие-либо результаты и избылись ли ваши ожидания? Да, у нас прописано в положении, что каждый действующий депутат должен отчитываться перед населением. Формы отчетности разные. И мы на президиуме, городском собрании депутатов приняли, что депутат должен отчитываться как минимум два раза в год. Он может и больше. Формы отчетности, она разная бывает. Может быть, это личный прием. Это встреча с собирателем, кто не мешает. Депутат встречается еженедельно, ежемесячно. Но как минимум два раза он встречается с активными гражданами, которые наболевшие проблемы в округе, проводят собрания, встречи с представителями, может быть, участковыми, в разной форме взаимодействия, отчетности. И отчитывается о своей деятельности. Что он проделал в округе, какие он решения, законодательную инициативу принял в городском собрании депутатов. Ну, конечно же, такие встречи нужны. И мы же говорим. То есть, да, на этих встречах там не только положительные эмоции, я могу сказать. Там, конечно, полный негатив бывает, определенная критика в отношении исполнительной власти. И мы это учитываем. И, конечно же, направляем депутатские запросы по темным вопросам. Самые наболевшие вопросы в последнем дне депутатов, мы говорим, это вопросы с ЖКХ. Вы знаете, с 1 октября мы пришли на определенную форму по расчету по теплу. То есть, в декабре у нас будет уже на капремонт собираться. Все эти вопросы знают население. И они очень наболевшие. То есть, у них может быть нехватка дополнительной информации. Ну, вот в основном вопросы ЖКХ, скажем так. Ну, и депутату нужно необходимую связь иметь с населением. Он же избранник народа. Его эти же жители, эти же избиратели избрали. И я считаю, что он должен взаимодействовать. Общаться не только два раза в год. Я знаю, что депутаты отчитываются о своей деятельности. А вообще эти отчеты видят жители? И где их можно посмотреть? Да, форма отчетности разная. Некоторые депутаты у нас выпускают газету, которая распространяется в своем округе. Выпускают листок, где каждый депутат указывает то, что он сделал. Что у него получилось добиться. То есть, где, допустим, установили дополнительные мафы. Малая электронная форма, это детские площадки, где удалось добиться установки, допустим, гостевых парковок. Установить, ну, там вот очень много вопросов местного значения. По дворам, по благоустройству территории. Где-то тротуары, где-то яма. Где-то перекопали, где-то света нет. Вот идешь в пешеходную зону, где-то дети переходят постоянно дорогу, светофора нет. Все эти вопросы поднимаем мы на встречу с избирателями. И, конечно же, если получилось добиться, даже если не получилось добиться, вот я, например, ставлю, что это на контроле, что мы этот вопрос еще не решили, и это указываем в своих отчетах в писаном виде. Вот я выпускаю, например, дополнительную газету, которая распространяется именно в моем округе. И распространяется она среди жителей по почтовым ящикам на встречах. И, конечно же, дополнительную информацию можно получить на сайте городского собрания депутатов. Там у нас есть списки фамилий депутатов. Заходим на того депутата, кто вас интересует. И можно посмотреть всю его деятельность. Все его формы отчетности. Но специально установленной формы такой нет. Это все в произвольной форме. Каждый депутат вправе отчитываться по своей форме и указывать то, что он сделал, что он должен сделать, и что сделает в будущем. Ну, в общем, любой желающий может зайти на сайт, найти депутата и посмотреть. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «Актуальное интервью» был Николай Владимиров, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин